3 сентября в Московской области прошел как единый день безопасности. В дошкольных и образовательных учреждениях прошли открытые уроки, праздники и викторины на тему безопасности на дорогах. Марина Баркова, исполняющая обязанности Государственного инспектора по безопасности дорожного движения, посетила Дмитровскую школу номер один, где провела открытые мероприятия с учениками пятых классов. Цель данного мероприятия – помочь детям, которые вернулись после летнего оздоровительного отдыха из лагерей, помочь им адаптироваться к городским условиям, привыкнуть к городскому ритму, к интенсивности городского движения. И деткам, которые не выезжали за пределы, помочь укрепить навыки безопасного поведения на дорогах. Сначала это была беседа на тему того, что правила дорожного движения необходимо не просто знать, а уметь их применять в жизни. Так как сейчас погода позволяет еще немного покататься на велосипедах, то и правила, касаемые этого вида транспорта, следует знать на отлично. Практическая часть мероприятия прошла в спортивном зале школы, где организовали мобильный городок. Подобные городки со знаками и светофорами сегодня есть в каждой школе района, так как их наличие – это не просто желание директоров школ, а общий образовательный стандарт. Это стандарт. Вообще было бы неплохо, если бы во всех школах были не мобильные городки, а стационарные автогородки. Вот на территории нашего района таких автогородков три на сегодняшний день. Это школа номер 9, школа номер 4 и Икшинская среднеобразовательная школа. Мы, конечно, будем стремиться к тому, чтобы оснастить максимальное количество школ этими автогородками, потому что там они воссоздают реалии улицы, там настоящие дорожные знаки, светофор, настоящая дорожная разметка. Поэтому дети будут с самого раннего возраста воспитываться и уметь управлять правильно велосипедом, а в будущем они станут грамотными водителями, будут грамотно управлять транспортными средствами. Три пятых класса разделили на три команды, которым сначала предложили вспомнить обозначение дорожных знаков. Причем не просто сказать их название, а объяснить, к какому типу они относятся, где устанавливаются и где в Дмитрове ребята могли их увидеть. Ответы школьников оценивало жюри, где, кроме Марины Барковой, исполняющей обязанности Государственного инспектора по безопасности дорожного движения, присутствовали представители школы и управления образованием. Когда дошло время до велосипедов, то участникам команд предложили ситуацию, в которой перестал работать светофор, и велосипедистам следовало двигаться, обращая внимание на дорожные знаки. В целом пятиклассники справились с этим заданием. Знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу» им оказались знакомы. Членов жюри порадовал и тот факт, что один из мальчиков уступил в дорогу девочки. Это говорит о его воспитанности, чего порой так не хватает на наших дорогах. Продолжение следует... Погнали!